На прошлой неделе Могилёв присоединился к республиканской акции «Единый день безопасности». Сотрудники МЧС напоминали горожанам о том, как вести себя при пожаре или в другой экстренной ситуации. А еще проверили умение оказать первую медицинскую помощь. В управлении Следственного комитета Республики Беларусь по Могилёвской области утро, как и во всех коллективах, проходило в рабочем режиме. Но размеренную обстановку нарушил сигнал тревоги в одном из кабинетов задымления. Работники покинули кабинеты, не забыли закрыть двери и окна, чтобы огонь не распространялся. По легенде, один из сотрудников не смог покинуть рабочее помещение. Остался в задымленном кабинете на четвертом этаже. Высота немалая, и здесь оперативно работают спасатели. Каждый из сотрудников, помимо того, что мы просто выполняем как государственное служащее свою непосредственную работу, мы ищем люди в погонах, которые при любых чрезвычайных ситуациях, в том числе и при пожарах, при действиях различных других чрезвычайных ситуаций, мы должны не только уметь сами действовать, но уметь, как говорится, с холодным сердцем правильно принять решение, оказать помощь людям в том числе. Сама тренировка подразумевает под собой быстроту действий, быстроту, хладнокровность принятия решений руководителями. Поэтому, в принципе, мы напоминаем своим сотрудникам, они это переносят в свои семьи, рассказывают, как это все происходило у них, как правильно действовать. Также в рамках практической отработки плана эвакуации при пожаре сотрудникам напомнили о месте, где нужно укрыться при объявлении сигнала «Внимание всем!». Практическая отработка плана эвакуации управления Следственного комитета и оценка спасателей сегодня на отлично. Сработавшая система оповещения людей о пожаре своевременно оповестила людей, указала пути и выходы в безопасные зоны. Ну а спасатели практически отработали учения по спасению, по тушению условного чага пожара, спасению условно пострадавших граждан. Еще одной площадкой проведения Единого дня безопасности в Могилеве стал физкультурно-оздоровительный комплекс H2O. Здесь собрались несколько сосен-школьников, для них организовали интерактивные площадки, где ребята на практике отрабатывали порядок действий в чрезвычайных ситуациях. Он без сознания, допустим, да, и вы видите, что он не дышит, да, не дышит. Мы должны делать это в искусственном дыхании. Что мы должны делать? Освободить дыхательные глаза. Как мы это делаем? Ложим руку на ногу, переподнимаем его голову, зажимаем нос и отходим челюсть, открываем рот. Запрямляем дыхательные пути, да. Для взрослого два полноценных дыхательных. Скажи, пожалуйста, первый раз делаешь массаж сердцем? Да. А что самое сложное? Нажимать. Нажать. А сколько нажатий нужно сделать? Запомнила? 30. Акцию проводят ежегодно, и все для того, чтобы научить или напомнить молодежи важные правила, от которых может зависеть жизнь. Мне кажется, детям интересно именно такие интерактивные формы через интерес, через понимание личного, то, что он должен сберечь себя и оказать помощь своим близким. Это то, что помогает детям и усвоить материал, и погрузиться в эту ситуацию, и остаться небезразличным в случае каких-то чрезвычайных ситуаций. Здесь мы на разных локациях, там внутри, показываем, что это такое. Проходят они интерактивные такие тесты, участвуют в игровой форме, закрепляют знания. Ну и самое важное, что в случае какой-то ситуации, если она произошла, они понимают порядок действия. А порядок действий простой. Первое. Не поддавайтесь панике. Второе. По возможности немедленно звоните по телефону 101 или 112. И третий пункт. Если вы получили травмы или оказались рядом с пострадавшим, окажите первую медицинскую помощь. Один из самых зрелищных моментов единого дня безопасности в АШ-2О – отработка спасения утопающего. Показательное выступление устроили прямо в бассейне. Школьникам наглядно показали алгоритм поведения при возникновении чрезвычайной ситуации на воде. Но если сил нет даже на это, и вы уходите под воду, постарайтесь набрать больше воздуха в ёрке, чтобы некоторое время пробыть под водой. Там все предметы становятся легче, и ваше тело сможет хоть немного отдохнуть. Знания, что получили могилевские школьники в рамках акции, не переоценить. И всё же пусть они не пригодятся в реальной жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова